Привет, ютубчане! В том году было много шума по поводу того, что отказываются от привычного разъёма миниджека 3.5 мм в смартфонах. В этом году это становится трендом и все производители решили эту идею подхватить, включая Google. С одной стороны, в 2017 году уже давно пора задуматься, что хватит заворачиваться в провода, пора переходить на беспроводные подключения. Скорости позволяют свести время отклика до минимума, а передачу звуку без потери качества. С другой стороны, представьте, сколько отличных наушников на рынке не найдут своего покупателя, потому что просто нет нужного разъёма в их смартфоне. Это большие потери на рынке периферии. В общем, история такая. Девушка решила подарить мне наушники на 23 февраля, по моей подсказке. Достались они мне, конечно же, раньше, и я хочу поделиться с вами впечатлениями. Стоит ли покупать беспроводные наушники первого эшелона, если сильно ограничен бюджет? Когда можно купить дорогие по меркам Китая наушники, но качественные? Речь пойдёт о BlueDio T2S. Я вытащил ссылку у своей девушки, где она заказывала. На тот момент ценник был 1600 с небольшим. Сейчас можно заказать за 1100 с доставкой из России. В целом, эти наушники реально найти в обычных магазинах, но если верить Яндекс.Маркету, их цена в среднем 2200-2300. Они даже этих денег стоят, но зачем переплачивать, когда можно подождать буквально неделю, и они у вас за полцены? Хочу подчеркнуть, будьте внимательны при покупке. Есть две версии. BlueDio T2S и BlueDio T2+. Вторые дороже на 700, а то и на 1000 рублей, и отличаются только наличием встроенного радио и картридера. Поверьте, оно того не стоит. Приходят они в достаточно большой коробке. После вскрытия вы обнаружите сами наушники, кабель microUSB на USB для зарядки, и кабель с разъёмом миниджеком 3.5 мм для подключения как простой смертный. Разницу в звуке я не услышал, поэтому он на тот случай, если сядет батарея не вовремя. Про батарею поговорим чуть позже. Пробежимся по качеству сборки и материалам. Наушники состоят из пластика и металла среднего качества. Я не могу сказать, что по тактильным ощущениям это устройство за 300 рублей из подвала. Но до тех же JBL не дотягивают. В целом, мне всё понравилось. За два месяца активного использования ничего не разболталось, но я обнаружил один неприятный косяк. У наушников есть индикатор, который показывает текущее состояние. Разрядились ли наушники, зарядились ли, подключены ли или в активном поиске. И вот когда светодиод моргает, свет подсвечивает щели в разных местах. По факту это не показать на камеру или просто так не заметить. Это можно обнаружить, когда вы в полной темноте будете сидеть и пристально смотреть в моргающий индикатор. Но факт остаётся фактом. Оцениваю сборку на твёрдую 4. На голове сидит отлично, несмотря на специфичную форму. Не слетаю даже при беге, есть регулировка размера. Мне было жалко издеваться над блюдью Т2С, подарок всё-таки. Но я походил в мороз, когда было минус 20, походил в жару, ходил по 3 часа подряд с музыкой, отвечал на звонки. Недавно даже попал с ними под дождь. Меня Катька убьёт. Они всё пережили, служат верой и правдой. У многих из вас возникает вопрос, можно ли пользоваться такими наушниками в мороз. Не сломаются ли они и вообще, что с ними происходит? Я подробно изучил этот вопрос. Самим наушникам без разницы, при какой температуре работать. Главное, чтобы они не работали при перепаде температур. Например, когда зимой с улицы заходишь домой, может образоваться конденсат. И если в этот момент вы будете слушать музыку, да ещё и наваливать громкости, то качество потеряется или вообще они умрут. То есть, если их сразу выключить и оставлять греться, то ничего не будет. Однако, у беспроводных наушников есть аккумулятор. Либо литий-ионный, либо литий-полимерный. У каждого типа свои особенности. Ионный на морозе теряет часть объёма и при правильном использовании в тепле восстанавливается. Но всё же со временем частично теряет свой объём. Полимерный же аккумулятор совсем не терпит мороза. Если вы убьёте аккумулятор в таких наушниках, его не заказать и не поменять. Что там с характеристиками? Дата выхода 2016 год. Доступно 4 цвета. Белый, чёрный, синий и красный. Сопротивление 16 Ом. Диапазон частот стандартный от 20 до 20 тысяч герц. Чувствительность 110 дБ. Подключение проводное и беспроводное. Версия Bluetooth 4.1. Динамики 50-миллиметровые. Заявлено, что от одного заряда наушники могут работать 1650 часов в режиме ожиданий и 45 часов в режиме прослушивания музыки. На бумаге всё очень круто, и я боялся, что по факту будет всё совсем плохо. Я был приятно удивлён. Заряжаю наушники раз в 2 недели при активном использовании. Я подключаю их к смартфону, про проводные уши забыл уже. Подключаю к компьютеру. Неимоверно удобно. Что касается звука. Музыку слышать одно удовольствие. Отличные высокие тона, чёткий и глубокий бас. На эквалайзер и настройки реагируют как и должны. Каждый сможет сделать то, что им больше всего нравится. А вот играть в BlueDioot T2S крайне не рекомендую. Вы вообще не будете понимать, кто, где и что вообще происходит, кроме того, что у вас перед носом. Для расслабления, включить музыку на фоне, запустить МК или Rocket League, да, а вот в Control или Battle нет. Мой вердикт. На улице периодически вижу людей в таких же наушниках. Причём не только молодёжь, но и вполне взрослых мужиков, что улыбнуло. То ли люди разбираются, а то ли слушают мнения блогеров. На данный момент это лучшее предложение среди беспроводных китайских наушников по соотношению цены и качества. Есть много альтернатив, но они все в чём-то будут проигрывать. Тут нареканий нет. А если сравнивать за это стоимость с А-брендами, то вообще забудьте. До 2000 рублей беспроводные наушники не купить, тем более с качественным звуком и универсальными возможностями. Хочу сказать спасибо за терпение, что посмотрели и досмотрели этот ролик. Пишите обязательно в комментариях своё мнение об этом продукте. Также отдельно хочу сказать спасибо своей Кате за такой подарок, новую игрушку для меня. Всем хорошего настроения и пока. Субтитры сделал DimaTorzok